Поэтому, если уже загорелась машина, пусть она сгорает по черту твою мать. Сейчас мне нет, позвоню. Который этот батя твой? Друзья, всем привет! Сегодня 28 июня, и как вы уже загадались из названия видеоролика, сегодня я с вами поделюсь информацией, что там случилось с той самой сгоревшей Kia Rio. Если кто-то из вас не в курсе, какая такая Kia Rio и почему она сгорела, давайте договоримся с вами так. Сперва посмотрите первый ролик, где мы рассказали проблему человека, с которым он столкнулся. После этого возвращайтесь, посмотрите эту вторую часть и узнаете, в какой ситуации сейчас находится человек и что ему предстоит сделать. В силу того, что на улице проливной дождь, мне приходится записывать подводку и давать легкие комментарии, стоя на балконе своего дома. Друзья, я почитал комментарий к первому видеоролику и знаете что? Я просто-напросто удивился. Вот вы же люди, вы же точно так же можете оказаться в подобной ситуации. Kia Rio и Hyundai Solaris, два брата-близнеца, в нашей стране продаются примерно по 90 тысяч автомобилей в год. То есть машина действительно востребована. Многие сказали, единичный случай. Да вот сегодня, 28 июня, пост в инстаграме Ильдара Автоподбор, что автомобиль Kia Rio тоже имел эффект возгорания в области фары. То есть эта ситуация нередкая. На самом деле по стране они случаются. Поэтому смотрите внимательно и представьте, что вы оказались в этой ситуации. В общем, я не буду размазывать кашу по тарелке, но прежде чем я озвучу вам всю информацию, посмотрите кратенькую вставочку, где я озвучу интересную идею по поводу записи видеоролика про Россию и про Америку. Что, о чем, смотрите и мы продолжим. На улице плюс 30 градусов, все зеленое лето на дворе. Ну красотища, ребята. А есть на нашей планете места, где вот так вот круглый год. Так, например, в Америке, в Калифорнии, где проживает Юрий, один из зрителей нашего канала. Приехал он туда в возрасте 18 лет и прошел весь путь от работы кассира до бизнесмена. Сегодня у Юрия есть свой автосалон. Парни, свой автосалон. Таким образом, он рассказывает много полезных жизненных ситуаций. Более того, у Юрия есть хобби. Он любит готовить. И у него есть канал, который так и называется Юрец Готовит. Перейдите обязательно по ссылочке в описании. Посмотрите, какие сочные рецепты он делает просто на заднем дворе своего шикарного дома. Веселая семья, красивая жена. Все бегают, улыбаются. Ну понимаешь, прихожу вечером домой, включаю, смотрю, как он баранину в пиве маринует. После этого жарит ее. Никакого алкоголя не остается в мясе. Один сок. В силу того, что по нашей стране жизнь больше бьет серыми красками, нежели чем яркими, я оставляю ссылочку на канал Юры. Обязательно перейдите, посмотрите рецепты готовки. Действительно, все легко готовится. Кто-то из вас может применить на практике. Он рассказывает о том, как его жизнь там сложилась. Он приехал, с 18 лет начал работать. Весь путь прошел сам. Ни папа, ни мама, ни дедушка, ни бабушка. Это было сложно, но это действительно интересно. И в силу того, что у Юры сегодня есть свой автосалон, я предлагаю вам сделать следующее. В описании к этому видеоролику я оставлю ссылку на одно из его видео, касаемо автосалона. Перейдите туда, напишите комментарий. Сними репортаж с Машковым. Таким образом у нас получится совместный ролик, где мы вам покажем, как покупают автомобили в России и как покупают автомобили в Америке с учетом кредита. Какие скидки у нас, какие скидки там. Как обманывают у нас кредитами, что происходит на рынке в Америке. В общем, мы сможем увидеть вживую сюжет из России и из Америки. Я думаю, это будет действительно интересно и полезно. Поэтому переходите по всем ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал Юры, ставьте ему лайки, пишите комментарии. Я надеюсь, что вы примете активное участие. И мы совместно с Юрой запишем для вас этот полезный видеосюжет. Друзья, мы перемещаемся с вами к Руслану. Руслан, смотри, получилось так, что мы закончили с тобой на том, что ты пошел ждать экспертизу дилера. Твоя экспертиза, которую ты нанимал независимо, была готова. Прошло несколько месяцев, если даже не ошибаюсь, пока дилер сделал. Расскажи, что он сделал. Дилер сделал экспертизу, отфоткали все то же самое. Ничем не отличаешься от экспертизы моей. Сфоткали, подняли на подъемник. Эксперт доказал в том, что вина на моей территории. То есть, то, что я установил молоденький, типа ангельских глазок, они работали, получается, от солнечной батареи. То есть, когда свет горит, он не работает. Когда ночь, они загораются. Стоп, вот смотри, давай сейчас сразу по порядку. Друзья, в первом ролике многие подняли вот прям вот такой кипиш, я бы не побоюсь этого слова, из-за того, что была установлена сигнализация. Значит, сигнализацию ты где поставил? Сигнализацию я у официального дилера Пандоры поставил. То есть, он сертифицированный? Да, сертифицированный, стоил где-то 30 тысяч. Согласно экспертизе дилера, к сигнализации претензии есть? К сигнализации претензий никаких нет. Первый момент. Значит, все те, кто писали то, что, а вот, поставил себе сигнализацию. Друзья, если вы не в курсе, то даже официальный дилер и любая другая организация рекомендует ставить сигнализацию в сертифицированных центрах. Если поставить в гараже, это одно. А когда сертифицированный центр, то совсем другое. И самое главное, что согласно экспертизе, мы вам ее покажем, к сигнализации вопросов ноль. Но сейчас всплывает такой интересный момент, что ты поставил себе некие ангельские глазки. Объясни, пожалуйста, подробно, что это такое, как это работает. Вот такое устройство у меня, в общем, стояло. Вот сама ангельская глазка получается. Она сажалась поверх противотуманной фары. Это сама солнечная батарея. То есть, когда солнце садилось, она вот, видите, начинает работать. Когда солнце встает, она и работает. Соответственно, тут есть выключатель. Эта вещь стояла, получается, под бампером со стороны, где идет забор воздуха для охлаждения радиатора. Там есть кнопочка, если хочешь выключить, чтобы она ночью не горела. То есть, это стояло под бампером. Как вы видите, соединений к машине никаких нету совершенно. То есть, все работает отдельно, все само по себе. Получается, я поймал камешек, и у меня раскололся хром, где стоят противотуманные фары. Ну, и я думаю, за дело, чем взял наклеил, типа ангельские глазки такие, и соединил с батарейкой обычной пальчиковой. То есть, она не была подключена напрямую к машине? Подключена к машине не было совершенно. Они делали фотографии с той стороны бампера, получается. Этих фотографий ни одной нету совершенно, которые мне прислали. То есть, они к материалу делать фотографии не приложили? К материалу дела не относятся. И как я вчера к эксперту ходил, к своему, с этой экспертизой, все спубликовано, сказали. И поэтому возможность есть доказать. Чтобы вы понимали, вот дай вот экспертизу. Я, если что, вам просто оставлю ссылку в описании. Вы сможете зайти, открыть ее, полистать, посмотреть, что происходит. То есть, здесь 35 страниц. Зайдите, посмотрите, чтобы вам было понятно, что они пишут. Факт в том, что вот это вот ангельские глазки, то есть, услуга стоит там 300 рублей на Алиэкспрессе. Он поставил, естественно, ну, по идее, друзья, но не должно из-за этого ничего загореться. Дилер не показывает напрямую, что вот там, где очаг возгорания. То есть, это все опущено вниз. Но, тем не менее, они свалили на то, что он это поставил. Уверен, многие из вас в комментариях сейчас поддержат. Дилеры скажут, вот же, он же первый раз не говорил об этом. Будем разбираться на то и суд. Потому что на то и экспертизы будем смотреть, пойдем до конца. И первый раз я не говорил, потому что я не подсоединял ничего к штатной проводке автомобиля, поэтому я не сказал. Не думал, что вообще из-за такого может дилер понять вопрос. Таким образом, что мы имеем? Первая экспертиза 40 тысяч рублей, которую ты сделал сам. Раз. Вторая экспертиза, которую сделал дилер, она, по их оценкам, стоит 90 тысяч рублей. Эти 90 тысяч сейчас накладывают на тебя же, правильно? Как это происходит? Тебе выставили счет, претензию. Да, мне выставили счет, и я сказал, что я это оплачу только после суда. А они на это что ответили? Хорошо. Хорошо. То есть они готовы так же идти в суд, правильно? Да, они так же готовы идти в суд. Наши действия какие последователи? То есть нам теперь нужно готовить диск? Я сейчас отдал вот эти ангельские глазки эксперту пожаротехническому, чтобы он измерил сопротивление, возможно или невозможно, из-за этого пожара. Он мне составит такую же экспертизу и выдаст на руки. Соответственно, уже с этим можно идти в суд. Касаемо экспертизы на эти самые ангельские глазки. Эксперт зарядил ценник в 35 тысяч рублей. В силу того, что человек не так богат, чтобы раскидываться на экспертизу, он уже на одну отдал 40 тысяч, за другую он уже как бы торчит 90 тысяч. Было принято решение. В любом случае суд будет назначать свою судебную экспертизу. Поэтому он от нее отказался, так как в суде в любом случае все будут заново экспертизить. В первом ролике вы написали, Дмитрий вам в дорогах ярдры. И вот мы уже у него в кабинете. Андрей, привет. Привет. Огромное спасибо, что согласился нас принять, выслушать нас. Давай я тебя кратенько просто введу в курс дела. Вот у нас есть Руслан. Человек, который купил себе автомобиль Kia Rio, новый автомобиль у дилера. Прошло 7 месяцев, было 25 пробега, новый год, он возвращался домой. Я прекрасно понимаю, что вы не любите, когда я лью воду, разжевываю. В общем, я Андрею все быстренько озвучил от и до в течение 20 минут. Ввел его в курс дела, чтобы он понимал, что случилось у человека, какие последовательные действия уже были. Таким образом, в процессе общения с ним, мы с ним просели примерно полтора часа, мы его от и до ввели в курс дела. Машину на эвакуаторе привозят к дилеру. У нас, кстати, есть экспертиза, на основании которой... Так, стоп. Давайте поэтапно. Есть отказ на основании пункта 20, ограничение области действия гарантии сервисной книжки. Где она? С собой. В ответ на претензию дилер отказал в гарантии и сослался на пункт 20 сервисной книжки, которую сейчас мы изучим. Я не знаю, что это за пункт 20, что они имеют в виду. Зачитаю, наверное, что там указано в пункте. В пункте указано, что имеется ограничение гарантии. Она не распространяется на случай, когда потребитель сам произвел своими силами ремонт или демонтаж узлов и агрегатов. Я так понимаю, в данном случае это и произошло, потому что ты там что-то демонтировал, что-то... Почему? Не агрегат. Вполне себе является. Здесь рядки перечень в интернете. Узлы и агрегаты автомобиля. Что это за перечень? Ну, есть такое, что относится к которым узлам и агрегатам автомобиля. Ну, перечень это что такое? Что такое узлы, допустим, в автомобиле? Нет, подожди, это должен быть какой-то официальный документ юридический, там, какой-то перечень. Ну, в принципе, я могу состоять от перечень и загрузить в интернете. Ну, нет, это как бы... В суде такая тема не пройдет. Но я хочу сказать, что все эти ограничения в гарантии, они должны укладываться в рамки закона. В соответствии с законом, да, это может служить отказом в гарантии, но только при одном условии, если установлено, именно экспертиза установлена, что именно твое вмешательство привело к возгоранию автомобиля. А если ты вмешивался, но сгорел он по каким-то другим причинам, то, в принципе, это никак не влияет. Поэтому первым делом надо разобраться вот в этом, что явилось причиной. Твое ли вмешательство, либо какие-то причины были до этого, а ты вмешивался, да, но оно как бы не связано с пожаром. Вот здесь начинается самое интересное. Он сделал экспертизу. Вот это его экспертиза, он отдал за него 40 тысяч. На основании этой экспертизы, да, эксперт вынес решение. Сначала, наверное, должно быть постановление МЧС, потом уже была экспертиза. Да, пожалуйста, все есть, все есть попутно. Приехали пожарники, все смотрели, что это был не поджог, что свидетели были, которые сказали, что машина сама загорелась. Там возле больницы происходило. То есть это видели все, что машина сама загорелась. Ну, да, они как бы МЧСники, они фактически устанавливают, что это это преступление или это там само возгорание. Они установили, что это само возгорание, но как бы они обычно глубоко не копают и причину там уже не устанавливают. Дальше ты к поштеху обратился к эксперту, да? Этот независимый эксперт посмотрел и вынес решение, что следствием возгорания не было как раз эти вот контакты, то, что он сделал, то, что он изоленту намотал. Это не причина возгорания была. После этого он, естественно, приезжает к дилеру и говорит, что за фигня, давайте решать. Дилер говорит, мы будем назначать свою экспертизу. Она будет стоить 90 тысяч рублей, если мы не правы, тебе вопросов нет. Если ты не прав, вот тебе будет счет, ты его оплачиваешь. И вот экспертиза от дилера, которая ровным счетом, если ты сейчас все это изучишь, практически ничем не отличается, за исключением того, что ты говорил, каких-то там фотографий частично не хватает. То есть они ряд фотографий убрали. Нюанс такой один. Он на автомобиль, где вот противотуманки идут, установил сам ангельские глазки. Сила в правде. Нет никакого смысла что-то скрывать, тем более от юриста, который будет заниматься твоим делом. Мы всю информацию полностью разложили. И я на самом деле Руслану выскал, какого фига в первом видеоролике он упустил момент с ангельскими глазками. Но, как вы поняли, он объясняет это тем, что он даже и подумать не мог, что из-за этого что-то может случиться. Потому что сейчас, согласно всем экспертизам, всем предварительным расчетам, вот эти ангельские глазки никакого отношения к возгоранию не имели. Тем не менее, в деле они фигурируют. Поэтому я вам озвучиваю, делаю этот акцент, что будем разбираться, будем смотреть, какое решение примет суд. По мнению экспертизы независимых экспертов, ну там он пишет, что короткое замыкание проводки, тут короткое замыкание дополнительного оборудования. Ну на самом деле тут что надо, тут надо просто подавать в суд и назначать там судебную экспертизу, вот, и надеяться на то, что в суде все-таки эксперт будет честным и независимым. Сейчас, Денису позвоним. Который этот батя твой? Алло. Денис Сергеевич. Денис Сергеевич, скажите, пожалуйста, пишет тут в экспертизе, что автомобиль, у которого выключено зажигание, он не может загореться. Как вы это прокомментируете? Потому что это чушь. Что это чушь? Зависит от посмотреть отклад, потому что включено и выключено зажигание, это одна из причин. Дело в том, что даже при выключенном зажигании, например, у тебя могут работать зарядки для телефона, если ничего не выключилось. Обесточивание, выключение, масса это называется. Оно в автомобиле полностью не происходит у современного. Ни у какого практически. Короче, у нас тут ситуация, загорелся автомобиль Kia Rio. Там были установлены так называемые ангельские глазки, которые являются, по сути, какой-то китайским светодиодной лентой. Не знаю, да. Подключенный на батарейку и вроде как никакого отношения к электроцепи автомобиля не имеют. У человека перегорела одна фара, он открыл капот, заметил, что там плавится проводка, которая идет к фаре. Он ее в срочном порядке перемотал за чем-то изолентой сам, правда, от испуга и поехал к дилеру. Дилер его там что-то продиагностировал и послал его куда подальше, вот как раз со ссылкой на то, что он вносил там какие-то изменения. Было сделано две экспертизы. Надо смотреть, куда подключено, потому что если это подключено было в обход зажигания, например, да, либо началось короткое, либо возникло, точнее сказать, плавление полиэлокаридной изоляцией проводов, то вследствие этого уже могло быть короткое замыкание, которое повело, соответственно, к дальнейшему пожару. То есть тут причина вследственная связь первична. Это я понимаю. Андрей изучил все материалы, которые мы ему привезли. Одну экспертизу, вторую экспертизу, все эти писульки-расписульки, которые происходили между Русланом и официальным дилером. Что касается судебного эксперта, то есть вот досудебные по идее могут писать любую лажу, и за это вообще ничего не будет. Они и пишут ее в основном. Вот. Судебный эксперт, его судья предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. И хоть, в принципе, эта статья, она такая зыбкая, и реально привлечь эксперта к ней очень сложно, но, тем не менее, конечно, когда ты понимаешь, что если ты напишешь вранье там и будешь потом под уголовной статьей, это как бы немногие на это решаются. Есть и судебные эксперты, которые не стесняются, тоже чипуху пишут, но, тем не менее, их значительно меньше. Как ты думаешь, сколько это по времени вообще затянется у нас? Минимум год. Минимум год. Тут есть нюанс, вот этот вот, он тоже интересный, в зависимости от того, что там напишет эксперт. Можно, наверное, построить позицию какую-то, даже если условно он сам виноват. Потому что он обращался к дилеру, обращение зафиксировано, дилер вместо того, чтобы отремонтировать автомобиль, отправил там его куда подальше. Но все равно, по-хорошему, надо реальную причину выяснить. Ну, а на будущее, скажу, конечно, во-первых, никогда не колхозьте ничего, тем более в электросистему автомобиля. Во-вторых, если там что-то, допустим, обнаружилось в этом автомобиле, если там коротит проводка, ничего не трогайте. Не надо вообще ничего вмешиваться. Как бы это дико не звучало, вот, например, очень многие мне пишут с такими ситуациями, звонят, что у них машина загорелась. Но они вовремя там успели потушить, и в итоге сгорела не вся машина, а только моторный отсек. Как бы это дико не звучало, но в такой ситуации деньги за машину вернуть нельзя. Если у вас машина загорелась, пусть она сгорает дотла. И только тогда это считается существенным недостатком, неустранимым по закону, и только тогда можно вернуть деньги за машину. А если у вас сгорел моторный отсек, ну, и закон, и судебная практика исходят из того, что, в принципе, это устранимый недостаток. Можно там поменять движок, проводку все перебрать, там, капот, ну, и дальше будешь ездить. Другое дело, что, конечно, никому не охота на такой машине ездить, но, тем не менее, инструментов для того, чтобы ее вернуть, юридических, нету никаких. И поэтому, если уж загорелась машина, пусть она сгорает по черту твою мать. Она, эта машина на гарантии, и это должны быть не твои проблемы. Я тебя правильно понимаю, что по-хорошему лучше вызывать эвакуатор и везти сразу машину на эвакуаторах дилеров, там оставлять, и пока они сделают. И писать письменную претензию, ребята. И ни в коем случае не забирать ее, и не ездить после того, как они тебе там дали отказ. Ты говоришь, ребята, отказ хорошо, но я не согласен. Давайте экспертизу, проверку качества, если не согласны суд. Если бы машина сгорелась у дилера, он бы в любом случае за нее отвечал. То есть, вот так вот, парни, запоминайте, что по-хорошему нужно было брать эвакуатор, никуда не лезть. И даже вот, на самом деле, полезная информация, что оказывается, что когда машина горит, ее наполовину затушил сам, и думаешь, ес, спасно все равно. А в итоге ты только сделал хуже. А вот сейчас самое время сделать вывод. Общение Андрея и Руслана происходило в июне 2019 года, в 20-х числа. Спустя неделю, вот сейчас 28 июня, у меня есть свежая информация. Андрей заинтересовался этим делом и сказал, что я готов за него взяться, я готов провести дело в суде, дойти до конца. Факт в том, что дело запущено, ребята готовятся к суду, пишут иск. Поэтому я по мере поступления информации буду продолжать вас информировать. Мне самому дико интересно, чем закончится это дело. Поэтому, если вам тоже интересно, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Мы вас будем информировать. Ссылочку на канал Андрея, на всякий случай, я оставляю в описании, если вы вдруг не знаете, кто это такой. На самом деле, человек уже очень хорошо себя зарекомендовал. В общем, мы будем двигаться дальше. Друзья, если вы попали в какую-то неприятную ситуацию, и вам нужна помощь, ваше дело нужно придать огласки, все контакты со мной в описании. Знайте, я всегда готов вам помочь бесплатно. На этом у меня все. Всем до новых встреч. Пока-пока.